Здравствуйте! Меня зовут Елена Валерьевна Ларионова. Я заведующая филиала Игринского краеведческого музея. Тема моего выступления – музей «Этапный пункт. Хранитель культурного наследия». Музей «Этапный пункт» находится в деревне Бочкево Игринского района. Он входит в список ста достопримечательных мест Удмуртии. Ежегодно его посещают более одной тысячи туристов из разных регионов России, знают о нем и за рубежом. Музей активно занимается исследовательской работой. С 2006 года сотрудники ведут работу по выявлению и сохранению нематериального культурного наследия. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в 2003 году принимает Международную конвенцию об охране нематериального культурного наследия. Нематериальное культурное наследие означает обычаи, формы, представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурное пространство, признанные сообществами, группами и в некоторых случаях отдельными лицами в качестве части их культурного наследия. Началом работы музея по выявлению и сохранению нематериального культурного наследия послужило то, что научные сотрудники стали записывать песни в исполнении жительниц села Калиновка, Сенцовой Зинаида Васильевны и Дубовцевой Зинаида Васильевны. Сестры Морма, это их девичья фамилия, в Веглинском районе многие знают, сестер Морма в Веглинском районе многие знают, как знатных певуней. Первое в их исполнении песни стало «Вокармане. Ветер дует». Песня органично вошла в экспозицию музея. Ее стали использовать при проведении экскурсии. Она оказывает дополнительный эмоциональный эффект на посетителей. После такой удачной находки сотрудники музея поставили перед собой задачу выявить песни на арестантскую тематику, сохранившиеся в округе. Таких песен оказалось не так уже много. Среди них осыпаются листья осенние, в воскресенье мать-старушка, течет речка по песочку. Со временем в музее формируется любительское объединение «Незабытая старина», в состав которого входят бабушки деревни Бачкева. Кладезем русских народных песен были Шатунова Нина Павловна, Тубаева Татьяна Глебовна, Карепонова Маргарита Тихоновна. Они родились в Веглинском районе, и судьба их всех свела вместе в деревне Бачкева. Шатунова Нина Павловна родилась в 1935 году в деревне Валамас, что находилась на Старом Сибирском тракте. Вспоминая свою жизнь, рассказывала. На работе молодухи, женщины-солдатки пели песни, а за ними и мы, подростки. Пели песни, какая на язык попадет. Мама была родом из деревни Кушья Игринского района. Много песен знала, но мотив отличался от воломасских. «Спать ложишься пой, утром встаешь пой», так о себе говорила Нина Павловна. Она, знатная частушечница, рассказывала, что у нее было три тетради с записями частушек. Многие просили их, чтобы переписать себе. Так со временем эти записи были потеряны. Частушки она сочиняла сама, работая на почте, или писала ночью, когда вся семья спала. Тубаева Татьяна Глебовна родилась в 1929 году в деревне Сундашор, которая стоит на Сибирском тракте. В деревне жили как русские, так и удмурты, поэтому Татьяна Глебовна много знала песен русских и удмуртских. С детства слышала их. Пели вечером дома при учении, но говорила, что научилась петь от русских. Карепанова Маргарита Тихоновна родом из деревни Сундур. В детстве много песен в доме пела ее мама. От нее Маргарита Тихоновна переняла любовь к ним. Вышла замуж за бачкевского парня и первое время пела я своему мужу. Радио у них тогда не было, а вот своим детям уже не пела. Любительское объединение собиралось в музее два раза в месяц в течение нескольких лет. В результате проведенной работы в арсенале музея имеются не только арестантские песни, но и записи вечерочных, хороводных песен, бытовавших в данной местности. Со временем перед сотрудниками музея стала проблема. Возникла опасность потери ценного материала, так как записи были сделаны на магнитофонную ленту. Сотрудники обратились за помощью в Веглинский районный методический центр. Некоторые песни были оцифрованы. Собранный музей материал используют в своей работе сотрудники сельских домов культуры, педагоги школ, студенты вузов. В песне «Скрылось солнце за степи», «Воскресенье мать-старушка» используются во время театрализованного представления «Кандальный путь» для туристов, посещающих музей. Прослышали про наших бабушек и в Санкт-Петербурге. В 2012 году в деревню Бачкеево приезжала экспедиция музыкальной консерватории имени Мусоргского. В феврале 2014 года нас посетили участники фольклорного ансамбля «Родолад» из города Ижевска. Они занимаются поиском и пропагандой старинных русских народных песен. Осенью 2019 года в Веглинском кромическом музее состоялось открытие иммерсивной аудиоэкспозиции «Время водит хоровод». Проект был реализован некоммерческой организацией «Кама-рекорс» из города Нижний Новгород. Александр Николаевич Юминов, руководитель «Кама-рекорс», вспоминал о том, как все это началось. Во время одного из наших приездов в СЕП к нам подошла Елена Валерьевна Ларионова, заведующая филиалом музея «Этапный пункт» деревни Бачкеева. Оказывается, она, как могла, записала песни, связанные с сибирским трактом, которые пели бачкеевские бабушки, и хотела показать их нам. Так, из случайной встречи и мучительных разумий родилась идея проекта «Время водит хоровод» создания публичного песенного архива Игринского района, который стал основой иммерсивной аудиоэкспозиции в Игринском кромическом музее. Подводя итоги, можно отметить, что проводимая музеем работа способствует сохранению исторической памяти, сохранению народной художественной культуры, выявлению самобытных исполнителей. За свои 20 лет музей стал центром научной, культурно-просветительской и краеведческой деятельности не только деревни Бачкеева, но и всего муниципального образования Комсомольска, в состав которого входит деревня. Он продолжает выявлять, сохранять и актуализировать объекты как материального, так и нематериального наследия. На этом мое выступление окончено. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова